Слава Украине! Привет всем от Полонского! Находясь в Минске, международный военный преступник Путин сделал несколько заявлений по поводу того, и он, и его Песков, и этот, господи, как его там, лошадь, вот это, Лавров. Сделали несколько фейковых заявлений о том, что они заинтересованы в мире, в Украине, заинтересованы в начале переговоров по Украине. С чем это все связано, вот это блеяние? Все довольно просто, друзья. Да, зачем-то привозили туда самолет Януковича. Интересно с Януковичем или без Януковича, это отдельная история. Да, так вот, переговоры могут проводить действительно вот с этим Януковичем о том, как лечить ему подагру там или радикулит. Это действительно очень важные переговоры, которые может провести Янукович от своего имени. А что же касается заявлений преступника Путина и его шайки-лейки, тут все довольно просто. Дело в том, что уже на носу швейцарский саммит мира, в котором примет участие как передовые страны, то есть ЕС, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и так далее, так и страны третьего мира. Это будет, скажем так, по-настоящему глобальный саммит. Это не будут члены одного какого-то блока или альянса, типа НАТО или ЕС. Это реально будет весь мир, очень разные страны, очень разных направленностей, направлений, скажем так, уровня развития и так далее. Но у всех будет цель одна. Прекращение российского вторжения в Украину, восстановление территориальной целостности Украины. То есть абсолютно очевидные вещи. Будет рассматриваться, конечно же, формула президента Зеленского о том, что необходимо вернуть Украине ее границы, 1991 год. Тут без вариантов, тут даже не о чем разговаривать. Крым это Украина, Донбасс это Украина, мы говорим, все остальное не актуально. И вот это-то хочет не допустить Путин. Путинская шайка-лейка сейчас, их задача какова? Сорвать каким-то образом вот этот вот конгресс, который произведет в Швейцарии, эту встречу, это самое главное для них, с тем, чтобы не было однозначной международной оценки путинским действиям в Украине. И с тем, чтобы фашистскую Россию не заклеймили в том, что она агрессор, фашист и так далее, и так далее. Это абсолютно очевидно. Поэтому Путин своими фальшивыми обещаниями на сегодняшний день пытается каким-нибудь образом затянуть Украину в бесполезные и безнадежные переговоры. А всем остальным сказать, смотрите, война закончена, у нас уже переговоры, в Швейцарии собираться не надо, помогать Украине тем паче не надо, у нас же уже мир, ничего не надо делать, таким образом заморозить войну, ну, может, на несколько месяцев, может, на год, и потом подготовиться посильнее, учесть ошибки, как говорится, предыдущие, сделать работу над ошибками и напасть по второму кругу. Это очевидно, этого не может, может не видеть только дурак, если слепой человек. Соответственно, это все прекрасно видят. Саммит в Швейцарии пройдет, как это и предполагалось. Ну, а Путин со своими заявлениями может разглагольствовать разве что вот с Витьком Януковичем, только шапку надо же там, Владимир Владимирович, шапку спрячьте, а то он у вас украдет еще случайно, вот, ну, или с бульбофюрером, который не представляет никого и ничего, ну, и с президентом экваториальной Гвинеи, или Гвинеи Бесау, забыл, с кем он там дружит больше всех, с Бесау, по-моему, но там только за деньги. Все будет Украина.